Как готовить вкусно? Как сделать так, чтобы полезная еда была вкусная? Вот что вы делаете для того, чтобы ваша еда была вкусная? Какие у вас есть секреты? Вы же стараетесь думать о том, как бы сделать так, чтобы было повкуснее, потому что многие из нас привыкли получать удовольствие от поедания пищи, потому что это такой ритуал, который у нас три раза в день. У кого-то чаще, у кого-то реже, это уже отдельная тема. Вот что вы делаете для того, чтобы ваша пища стала вкуснее? Вы что-то делаете для этого, правильно? Вы же думаете о том, какой будет вкус того, что вы приготовили? Обычная интуиция, но не всегда получается. Ну, у меня тоже, на самом деле, интуиция, плюс там некоторые секреты, которым пользовалась моя бабушка, которым пользовалась моя мама, и также вот на родности, в странах, в которых мы жили, да, это в Азербайджане очень много как раз-таки, ой, какая у них вкусная кухня, обожаю азербайджанскую кухню, и вот также в Таиланде, да, тоже вот я наблюдаю, что они как готовят. Ну, в российской тоже, как-то считаю, с северным Кавказом, и там тоже, то есть на самом деле, то, что я готовлю, это российской кухней не зовешь, это больше кавказская кухня, ну, и сейчас это уже как бы тайская, ну, многие европейские блюда тоже у меня хорошо получаются, но вообще к еде подхожу как к произведению искусства, да, мне вот на самом деле сложно приготовить там банальный бурж, да, я люблю там вот реально, чтобы вот еда была шедевр, чтобы получать удовольствие. Мама говорит, ты мужу разбаловала, у него там на завтрак у него там 3-4 блюда, ну, у меня муж есть на завтрак кашку из пяти злаков, он у меня кушает яичницу, к яичнице я делаю ему кусочек мяска на быстром огне, готовлю, и вот чашка кофе. И вот мама считает, что это 4 блюда, что я его балую, вот, ну, причем это все должно быть так украшено, потому что вот пища, вот, когда вот ешь пищу, надо, чтобы это было с удовольствием, потому что если ты насильно ее в себя запихиваешь, то на подсознательном уровне ты понимаешь, как что-то такое, вот, как бы, ну, не факт, что ты много здоровья получишь от этой пищи, что даже, когда вы поедаете здоровую пищу, она, чтобы она приносила вам удовольствие, только тогда она пойдет вам 100% на пользу. Специи. Главный секрет вкусной еды – это специи и умение правильно их использовать. Это то, что объединяет азербайджанскую, кавказскую и тайскую кухню. Они используют специи. Специи, они очень полезные. Та же куркума, да, она улучшает пищеварение. Корица, она нормализует уровень сахара в крови. Вот даже вот здесь вот есть вот капсулы, да, с корицей, которые многим помогают, там пишут хорошие отзывы. Ваниль, перец улучшает кровообращение, хорошие для различной сосудистой системы. То есть все вот эти вот специи, они, во-первых, делают нашу пищу вкуснее, во-вторых, делают ее полезнее. Мясо. Как вкусно приготовить мясо? Перед приготовкой мяса замаринуйте его. Я использую разные маринады. Сейчас вот назову несколько тех вот маринадов, да, которые я использую, которые мне нравятся. Первое – это лук, кинза, черный перец и помидоры. Лук, кинза, черный перец, помидоры. Вот это все можно или на блендере размешать, залить этим все мясо, подержать его 2-3 часа. Можно просто мелко-мелко нарезать. Дальше вместо лука можно добавить чеснок. Это уже будет совсем другой вкус, это тоже будет очень интересно. А, в первом, не кинза, в первом идет базилик. Базилик, помидоры, лук и черный перец и соль. Мясо, свинина, свинина, она сразу солится, когда маринуется свинина, она сразу подсаливается. Потому что потом, когда вы ее готовите, она уже не так хорошо впитывает соль, как курица. Курица, когда маринуется, солится она непосредственно перед приготовлением. Тогда она получается наиболее нежная. С луком идет базилик с помидорами, а с чесноком идет кинза. Кинза, помидоры, черный перец, можно немножко красного перца добавить. Можно добавлять куркуму. Также можно мясо замариновать в лимонном соку с оливковым маслом, с чесноком. Есть много разных рецептов маринования мяса. Можно там его в йогурте залить, да, там тоже чесночок туда добавить, травку туда накрошить, тоже подержать 3-4 часа. После маринада мясо, оно приобретает особенный вкус. И вот после того, как вы его промаринуете, уже не важно, как вы его будете готовить. Хоть в духовке, хоть в проварке, оно уже будет вкусным. Расскажу секрет, я обычно, если я собираюсь завтра готовить мясо, я перед тем, как я спать, да, я быстренько его замариную. Ну, у меня уже как бы все под рукой, уже все отработано. Я его замариновала, положила в лоточек, положила в холодильник, бросила. В обед, когда надо кушать, я просто достала мясо из лоточка, бросила его в печку, включила оно там на 20-30 минут, да. И все, я пошла делать свои дела, заниматься, во-первых, сокращает время готовки, потому что уже все подготовлено, уже быстренько сделаю, и все. Можно замариновать и заморозить это мясо, когда его достаешь, размораживаешь и готовишь. Тоже довольно быстро получается. Вы маринуете мясо? Напишите, кто из вас маринует мясо. Пока вы будете писать, я расскажу про курицу, про куриную грудку. Вот тот рецепт, который сейчас привезла мама, сейчас она как раз вот здесь вот делает, очень интересно. Куриная грудка, она на 15-20 минут замачивается в соленой воде, после этого нет. Татьяна, попробуйте. Начните мариновать мясо, и оно будет совсем-совсем другой вкус у мяса. Причем это можно чертовать разные специи, можно просто соль, 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 черный перец, да, сделать, это тоже будет вкусно довольно. Можно там добавить помидоры, можно добавить лимонный сок, можно добавить масло растительное, да, всякое, тоже будет вкусно. Вот, по грудке, мне тут мама подсказывает, 2 часа, 2 часа она эту грудку замачивает в соленой воде, после этого она ее натирает специями, она берет специи от том яма, смазывает ее обильно, эту грудку, там можно сделать надрезок, кусочки чеснока положить, и в разогретую духовку, именно чтобы она уже была горячая, она кладет ее на 15 минут, вот здесь 15 минут. Мам, правильно, 15 минут, да? Мама-то мне с ним охотит, подсказывает, да, 15 минут, и после этого, да, после этого, вот на 15 минут ее подержали, выкручили и оставили в духовке, и 2 часа не доставать ее оттуда, чтобы она там настоялась. А вот потом, через 2 часа, уже можно открывать ее, доставать и охладить. Если она холодная, очень вкусная получается, можно с собой брать, как вот если кто-то выходит, да, на работу и так далее, можно брать с собой ее как закуску. Натуральный усилитель вкуса, как раз про маринад, то, о чем я говорила, то, что делает пищу вкусной. Это чеснок, это лук, это кинза, ну, кинзу я знаю, что не все любят, причем такая очень интересная закономерность, а кто любит кинзу, тот тебе петь не может петрушку, кто любит петрушку, не переносит кинзу. Вот я люблю кинзу, ну, я выросла в Азербайджане, я привыкла к этому вкусу. Петрушка, она мне как-то не очень нравится. Дальше кориандр. Кориандр – это семена кинзы. Может, в первый раз слышу это название, но, да, средняя полоса России, там со специями, нет такой традиции, да, готовить со специями. Вот семена кориандр, он отличается от кинзы вкуса, и он дает совсем вот другой такой интересный вкус. У меня бабушка в буженину в свое время добавляла кориандр, черный и белый перец, чесночок, очень вкусно было, прям вспоминаю. Да, у бабушки была потрясающая буженина. Кориандр, вот черный и белый перец, куркума, карри, корица, имбирь, мускатный орех, лимонный сок. Вот это все является натуральными усилителями вкуса. То, что делает мясо более вкусным, тоже расскажу о своем любимом рецепте, это креветки. Ну, вот с креветками здесь такое, если вдруг вам попадутся вкусные, хорошие креветки, которые, да, непокрытой курочкой льда и хорошо пахнут, ну, вдруг такое случится. Я вот могу рассказать рецепт вкусного приготовления. Креветки. Для этого нужны креветки, нужен корень имбиря, нужен чеснок и черный перец, соль. И апельсиновый сок. Вот, выдавливается апельсиновый сок, туда тоже крошится имбирь, на терочке, можно на терочке, можно мелко-мелко нарезать, черный перец, чеснок и соль по вкусу. И это все настаивается 30-40 минут. И после этого обжариваются креветки на быстром огне. Получается потрясающе вкусно, они получаются очень сочные, очень нежные, такой вкус очень-очень приятный. Вот. Выпишите себе вот эти ингредиенты и попробуйте поэкспериментировать. Имбирь, вот с моей точки зрения, он больше подходит к рыбе, к рыбе, к морепродуктам. Имбирь, лимонграсс, но лимонграсс в России свежий не найдешь, да, но вот имбирь с лимончиком, имбирь с лимончиком, с лимонным соком, с травкой, можно вот туда базилик добавить, тоже очень вкусно будет. Вот здесь, я кажется, не написала базилик, да, базилики пропустила тоже. С базиликом очень вкусно получается. Проэкспериментируйте, найдите свой рецепт вкусного мяса. Потому что вот в России, я знаю, традиции в основном вкусно готовить только на праздники. А вот каждый день мы вот, как бы что, как бы перекусить, да, вот качественная еда должна быть каждый день. И если вы не готовите на пару только потому, что вы считаете, что еда невкусная, начните мариноваться перед приготовкой мяса. И тогда приготовленное мясо на пару покажется вам просто деликатесом, если вы подберете свою комбинацию. Домашние соусы. Те соусы, которые вот можно сделать дома. Кетчуп. Вот кому интересно, я тоже маму узнаю, она делает у меня потрясающий кетчуп. Причем этот рецепт на Украине есть такая компания, Чумак. Звонку до стола, кажется, у них как так девиз. Они как раз выпускали вот кетчупы натуральные, вкусные, классные кетчупы. И какая-то там знакомая моей двородной сестры, она работала как раз на этом заводе, который изготавливает эти кетчупы. И вот этот вот рецепт этого кетчупа, она вынесла оттуда. И в итоге моя мама от рецепта получила и начала дома этот кетчуп готовить из натуральных продуктов. Вот кому интересно, я могу маме выведать этот рецепт и потом его разместить здесь отдельно, да, как дополнительный материал, кому интересно. Майонез тоже, можете погубить, вы представляете, есть много рецептов натурального домашнего майонеза. Что не обязательно покупать там какой-то химический, который на прошках и так далее, может дома сделать отличный майонез. Но я как бы и не очень люблю майонезы, поэтому меня эта тема особенно не заботит. Вот. А так вот, да, у меня есть знакомый, который делает домашний майонез, получается очень вкусно. Дзадзыки. Это такой турецкий йогурт, вот в России его называют дзадзыки, а вот здесь вот в турецком ресторане он джоджик называется. Ну, чем-то похоже, да. Это йогурт, перемешанный с чесноком, с огурцами, бывает там укроп и соль по вкусу. И вот этот вот соус, он подается у них к мясу и к рыбе. Очень вкусно получается с лепешечкой, особенно с турецкой прям мммм. А дальше, следующий натуральный вот домашний соус – это аджика. Это перемолотые там всякие перцы, там с всякими добавками, есть очень много рецептов. То есть вот можно сделать домашнюю аджику, вот сейчас вот будет лето, да, можно сделать закатки, кто вот не делает, можно начать, потому что это вот реально, чем вот покупать всякую химическую каку, которая продается во многих магазинах, можно не падать, сделать свой, да, один раз, один раз сделать, и на весь год у вас будет такая вкусняшка. Вот у меня мама делает тоже тайскую вареньку. Я когда тоже еще много лет назад, больше 10 лет назад, когда я жила в Москве, я приезжала в гости в Новороссийск, и там был магазин, как сейчас помню, назывался «Индийские специи», и там продавался тайский соус. Тайский соус из перемолотых тайских перцев, и там был написан состав, и она была очень вкусная, всем понравилась, и мама говорит, вот рецепт был, знаете, я говорю, мама, ну ты же видишь состава, давай попробуем это все как-то совместить, ты же уже много лет занимаешься закатками, вот я в тебя верю, ты сможешь. И она сделала потрясающе, даже вот из русских перцев острых, она сделала потрясающий соус, и она вот регулярно это делает, тоже могу у нее взять рецепт, очень классная штука. И также вот домашний соус, натуральный, это гуакамоле. Гуакамоле – это соус из авокадо с добавлением, там тоже добавляется по вкусу и сметаны, всякие специи, пряности, есть тоже очень много рецептов гуакамоле, это тоже натуральный такой соус, который добавляет вкус к вашей натуральной пище. Также вот салаты можно заправлять различными маслами, это кунжутное масло, кто-то даже умудряется кокосовым маслом, я заправляю салаты вот или рисовым, или рапсовым маслом, здесь тут, как вам, канал называется, но я перевела, это вот рапсовое масло. Насколько я знаю, в России тоже продается рапсовое масло, в России можно достать горчичное масло, то есть вот добавляя необычное посонечное, а какие-то полезные, более лечебные масла в салат, вы тоже делаете вашу пищу более здоровой.